Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня мы поговорим о спорте и спортивных достижениях. Всем известно, что совсем недавно у нас в России в Казани прошла 27-я летняя универсиада. Среди победителей были и наши земляки. И сегодня у нас в гостях один из них – Артем Кананюк. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте мы с вами начнем издалека. Каким видом спорта вы увлекаетесь? Гриблина вайдарках. Ну, я бы не назвал это увлечением. Скорее, это профессиональное занятие, давно уже моя работа. Такая же, как и у всех людей. В принципе, каждый день хожу на тренировки, так же, как на обычную работу. Кульминацией у нас являются соревнования. От результата достигнутого там зависит, соответственно, уровень заработка. Тем, как и у всех. Ну, а как так получилось, что вы когда-то для себя выбрали именно этот вид спорта? Чем он вас привлек? Не знаю, может быть, романтикой. Может быть, природой, может быть, красотой. Я разными видами спорта пробовал заниматься. А этот, ну, в силу того, что, наверное, на природе и летом. Ну, как-то все это приятно и интересно. Мне тогда показалось. Я попробовал случайно. Я попробовал, когда был у дедушки с бабушкой на Украине. Дед договорился, мне дали байдарку. Он тоже у меня тренер был. И я попробовал, я же там был недолго, был всего лишь месяц. Вернулся сюда уже к школьному сезону, готовиться как раз ко мне в мой класс пришел будущий уже мой лучший друг, который занимался греблей. Я его попросил, он меня здесь привел. Ну, так все завертелось. Универсиады в Казани – это ваши первые такие крупные соревнования или до этого уже был опыт? Нет, это не первые. Первый мой опыт международных соревнований был в 2005 году. Я был участником, призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Италии. Тогда мне было 15 лет. Потом мне было несколько выездов. В принципе, это не первое. Скажем так, это первое мое международное соревнование, в которых удалось взять золото. Соответственно, в Италии в 2005 году было серебро, в 2009 году в Канаде на чемпионате мира была бонза. Золото здесь, на универсиаде. Расскажите вообще об общей атмосфере универсиады. Как там было? Грандиозно. Очень грандиозно, очень продуманно, очень организованно. Я на таком мероприятии был впервые. Хотя подобное у меня было в 2005 году. Опять же, это Олимпийский юношеский фестиваль. Но у нас в Казани все прошло намного более сложно и как-то празднично, что ли. Я видел город. Я не был ни на открытии, ни на закрытии. Нас привезли исключительно на период наших стартов. Я видел город. Город просто блестел, сверкал. Новые спортивные объекты. Я надеюсь, что это к лучшему все. Я надеюсь, что люди будут заниматься спортом на этих спортивных объектах. Не знаю, как это дальше будет. Но мне показалось все очень сложно подготавливаемым. И в принципе все удалось. Люди довольны, люди в восторге. Я шел по улицам. И местные жители... То есть если я проходил мимо кого-то, по-моему, все разговоры были об универсиаде. Соответственно, я могу предположить, что люди ходили, смотрели эти соревнования. Что это могло дать какой-то толчок для развития местных видов спорта. Может быть, дети вдохновлялись, когда смотрели на спортивные состязания. Не знаю. Тем не менее, у меня осталось такое достаточно яркое впечатление об этом. Я, наверное, никогда это не забуду. Сама деревня универсиады. Многие ребята, которые были там со мной, уже на данный момент являются участниками олимпийских игр. Это постоянное сравнение. И они говорят, что уровень проведения был, в принципе, практически схож с олимпийскими играми. То есть, они были реально сравниваемы. Может быть, даже где-то универсиада была впереди, где-то олимпиада была впереди. Единственное, в чем их, наверное, нельзя было сравнить, это в сложности. Все-таки здесь студенты, там взрослые люди, профессионалы. Но, опять же, здесь все зависит, наверное, от уровня подготовки спортсменов в стране. По результатам видно, что наша страна сильно выступила на универсиаде. Может быть, у нас студенческий спорт чуть более привилегирован. Может быть, так, не знаю. А вы тоже студент? Я закончил год назад, но имел право выступление в течение года после окончания. Хорошо, вернемся к универсиаде. Кто были ваши главные соперники? Белорусы и украинцы. Белорусов старт не удался, вторыми приехали поляки, по-моему. Поляки, а третьи были украинцы. Мы как бы просто изначально рассматривали, а играл белорусов у них не сдался, и поэтому так вышло. Вы в начале нашей беседы о вашем виде спорта рассказывали, вот так, восторженно, романтика, но все-таки, наверное, по большей части это все-таки тяжелые тренировки. Вот какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь вот таких высот, как вы, в данном виде спорта? Целью стремленности, наверное, точно. Должен быть какой-то стимул. Определенный стимул должен быть, так как, цель стремления к чему-то. К чему вы стремились, какой у вас был стимул? Ну, планомерно сначала, наверное, закончить институт мне хотелось. Я закончил два института. Один находится в Уфе, там как раз-таки физкультурная специальность. Чтобы там все получилось, нужно было неплохо выступать. Вот. Ну, я имею в виду, может быть, не такие там более меркантильные цели, а, например, ну, это может быть сейчас громко и пафосно прозвучит. Например, продвинуть спорт в области. Тоже хочется верить, что мы занимаемся спортом не только для себя, вроде как ты только для себя зарабатываешь эти деньги. Хочется верить, что какое-то развитие получает область. Какие-то дети придут, например, под нас профессионалов покупают лодки. Под детей не будут покупать лодки, они не столь высокий результат показывают. Наши лодки уже устаревшие, после того, как мы погребли на них год-два, там вышла новая модель, нам нужна новая. Старые модели уходят детям. То есть уже какое-то движение вперед имеется, дети имеют возможность грести на более лучших лодках. Ну, это банальный пример. Но вообще, чтобы остаться в спорте, ну, надо, наверное, в первую очередь полюбить. А потом оно как-то само собой получается, результат, если появляется у спортсмена, он уже видит перед собой новые перспективы. Ага, я могу поехать на чемпионат мира, могу поехать на чемпионат Европы. Кто же от этого откроет? К этому все и стремятся. Чувство спортсменов, когда они всходят на пьедестал, звучит гимн Российской Федерации. Описать можете? Сложно будет описать. Наверное, на универсиаде, наверное, самым ярким впечатлением был финиш. Не столько пьедестал, сколько финиш. Вот только пересекли мы отрезку, мы посмотрели финишную черту. Посмотрели налево, посмотрели направо, мы первые. Все. Облегчение, конечно. Все, все закончилось. Такой определенный этап прошел успешно, удачно. Потому что было волнение перед стартом. Байдарка четверка требует достаточно сильного внимания. Нельзя сбиваться. И когда столько шансов на победу, конечно, чувствуешь за собой такую ответственность. Ну, как? Не дай бог, что-то случится. Ну, а на пьедестале звучал гимн не Российской Федерации, звучал гимн Международного Союза Студентов, гимн универсиады. Я его слышал впервые, особо много ничего не чувствовал. Какая-то торжественность присутствовала, когда проходили мимо трибун. Причем, наверное, в большей степени мимо трибун вип-персон. Мы видели на трибунах министра спорта. Российской Федерации. Тогда какой-то такой элемент волнения проскочил. Вроде такое ощущение, как будто мы действительно к какому-то значимому событию присутствуем. Не просто так тут гонялись. Ну, и такие ощущения, в принципе, больше тут добавить особо нечего. Я надеялся, когда выходил на пьедестал, что все это кому-то, может быть, принесет какой-то стимул. Может быть, тем же начинающим спортсменам Ленадской области. Артем, мы вам желаем удачи. Будем за вас болеть. Я надеюсь, что увидим вас на Олимпийских играх. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»